Нет мусорному заводу в 500 метрах. Завод вне закона. Именно с такими транспарантами жители Симферопольской каменки вышли на мирный пикет. О мусорной проблеме массива знают, пожалуй, уже далеко за пределами Крыма. О ней не раз рассказывала и наша съемочная группа. Долгие годы людям приходилось соседствовать с мусорным полигоном. После его рекультивации был построен мусоросортировочный завод. Но и он по жалобам жителей прекратил свою работу. Причиной очередного пикета стала мусороперерабатывающая станция по улице Жени Дерюгиной, 16. По словам организатора пикета, мнение жителей Каменки по данному вопросу не спрашивали. В черте города, по словам мужчины, подобных объектов быть не должно. Мнение жителей Каменки никто не спрашивал. И по настоящее время никаких обсуждений. Кто-либо с министерства ЖКХ, непосредственно, кто является заказчиком этой территориальной схемы, никто к нам не приезжал, к жителям, кто проживает в санитарной зоне, и не разговаривал. Просто не разговаривал. Никто. Проблему мусора в Крыму обсуждали сегодня и в Госсовете Республики. По словам председателя общественной палаты Крыма Григория Иоффе, мусорной проблеме виноваты сами жители микрорайона. Они настаивали на строительстве мусоросортировочного завода, а когда их просьбу власти выполнили, стали требовать его закрытия. На свалке построили все дома. Рядом с их домами, когда еще не было этого завода, было такое поле, поле дураков его называли. Оно и до сих пор там есть. Все в пакетах, в грязи и в продуктах переработки людей и животных. Это никому не мешало. Построили завод, я там был в два раза. Ни запаха в ней, ничего прохова там нет. Все там совершенно нормально. При мне включали эту ленту, я все это дело видел. Что он им помешал? Я думаю, помешало всем другое. Желание на этой теме заработать у кого-то есть. Знают о проблеме жителей массива и в профильном комитете Госсовета. Решать проблему в первую очередь планируют за счет диалога с местными жителями. Необходимо вникать в ситуацию и понимать, насколько это будет безопасно реализовано в том предложении, что предлагается сейчас в территориальной схеме. То есть необходимо каждую ситуацию, еще раз повторюсь, объективно обсуждать при мнении экспертов, применении общественности и всестороннем рассмотрении с привлечением непосредственно депутатов муниципальных образований. Получится ли городским властям и профильным республиканским ведомствам прийти к общему мнению жителями Симферопольской каменки, покажет время. А пока мусорная проблема массива по-прежнему остается нерешенной. И люди вынуждены отстаивать свое право на чистый воздух только лишь пикетами и многочисленными жалобами. Мария Моссур, Артур Хороший, Служба новостей и ТВ.